Периферийные устройства и механизмы электронных средств. Тема лекции – сложное сопротивление. Косой изгиб. Под косым изгибом понимается такой случай изгиба, при котором плоскость изгибающего момента не совпадает ни с одной из главных плоскостей инерции стержня. Задачу косого изгиба сводит к одновременному рассмотрению двух плоских прямых изгибов, раскладывая изгибающий момент в сечении на два момента, действующие в главных плоскостях. Они проходят через главные оси сечения. При косом изгибе в поперечном сечении стержня возникают также и поперечные силы. Однако влиянием касательных напряжений, появление которых обусловлено действием силы Ку, в расчетах на прочность пренебрегают. На рисунке, представленном на слайде, показан консольный стержень, нагруженный силой F, действующий перпендикулярно его оси и составляющий угол с главной плоскостью XY. При таком нагружении стержня будет иметь место косой изгиб. Определим напряжение в некоторой точке В поперечного сечения на расстоянии Х от незакрепленного торца. Нормальное напряжение в некоторой точке с координатами Y и Z определяется суммой напряжений от моментов MY и MZ. По формуле 1 можно вычислить напряжение в любой точке сечения. Концы векторов напряжений, отложенные по нормали в каждой точке сечения, образуют при этом, как и при простом изгибе, плоскость. Положение нейтральной линии при косом изгибе найдем из-за равнения 1, полагая, что в нем σ равно 0. Обозначая координаты нейтральной линии Y0 и Z0 получим уравнение 2. Изгиб с растяжением или сжатием В общем случае на стержень или балку могут действовать как продольные, так и поперечные нагрузки. Если предположить себе сочетание рассмотренного выше косого изгиба с осевым растяжением или сжатием, то такое нагружение приводит к появлению в поперечных сечениях стержня изгибающих моментов Mz и My, поперечных сил Qz и Qy и продольной силы N. Например, в сечении B консольного стержня будут действовать следующие силовые факторы без учета принятого ранее правила знаков, обозначенные цифрой 1. Нормальное напряжение, вызываемое растягивающей силой Fx во всех поперечных сечениях стержня одинаково и равномерно распределяется по сечению. Применяя принцип независимости действия сил, получим соотношение для определения нормального напряжения в произвольной точке С. Формула 2. Внецентренное растяжение или сжатие При внецентренном растяжении или сжатии стержня равнодействующая внешних сил не совпадает с осью бруса, а именно смешана относительно оси Х. Этот случай нагружения в расчетном отношении подобен изгибу с растяжением. В произвольном поперечном сечении стержня будут действовать внутренние силовые факторы, представленные на слайде под номером 1, где ZB и YB координаты точки приложения силы. Напряжение в точках поперечных сечений можно определить по формуле 2. Расчет оболочек вращения При оценке прочностной надежности ряд распространенных элементов конструкций трубопроводы, полные валы, сосуды, корпуса и т.п. схематизирует в форме тонкостенных оболочек вращения. Если нагрузка на оболочке асимметричная, то определение напряжений в стенках не вызывает затруднений. При толщине стенки не выше 1,1 минимального радиуса ее кривизны с приемлемой для практики точностью принимают, что в стенках от внешней нагрузки, например, давления рабочего тела, возникают только нормальные напряжения, растягивающие, сжимающие, которые постоянны по толщине. В качестве примера рассмотрим сосуд под давлением Q на рисунке А. Двумя поперечными и двумя продольными сечениями вырежем из стенки бесконечно малый элемент с длиной граней DL рисунок В. В этих сечениях действуют осевые и окружные или кольцевые напряжения. То есть вырезанный элемент находится в плоском напряженном состоянии. Осевые напряжения вызываются осевой силой, уравнение которой представлено под номером 1, где R это внутренний радиус сферической части сосуда, D средний диаметр цилиндрической части сосуда и дельта толщина стенки. Из этого уравнения следует уравнение под номером 2. На основании этих зависимостей видно, что в цилиндрическом сосуде напряжение в продольном сечении в два раза больше, чем в поперечном сечении. Это обстоятельство учитывают на практике при изготовлении составных резервуаров. Продольные сварные швы выполняют более прочными, чем поперечные швы. Прочность при переменных напряжениях, цикл переменных напряжений и усталость материалов. Большинство деталей машин в рабочих условиях испытывают переменные напряжения, циклические изменяющиеся во времени, циклические напряжения. Они возникают в деталях от изменения нагрузки, а также в связи с изменением положения их сечений по отношению к постоянной нагрузке, например, при вращении детали. Законы изменения переменных напряжений могут быть различными, но все их можно представить в форме простейших гармоник синусоиды или косинусоиды. На рисунке, представленном на слайде, показано периодическое изменение напряжений во времени от наибольшего значения до наименьшего и обратно. Переменные напряжения могут быть также касательными и изменяться от наибольшего до наименьшего. Число циклов напряжений в секунду называют частотой нагружения. Циклы напряжений могут быть знакопостоянными рисунок А и В или знакопеременными рисунок В. Любой цикл напряжений может быть охарактеризован средним напряжением уравнения Амплитудой переменного напряжения уравнения 2. Также важной характеристикой является коэффициент асимметрии цикла уравнения 3. Если наибольшее и наименьшее напряжение одинаково по величине и обратно по знаку, то R равен минус единице. И цикл изменения напряжений называется симметричным рисунок В. Здесь сигма М и тау М равны нулю. Если наименьшее напряжение равно нулю, то и R равно нулю. И цикл называется пульсационным рисунок В. Опыт показывает, что при переменных напряжениях после некоторого числа циклов может наступить внезапное разрушение детали без заметных остаточных деформаций при напряжениях значительно меньших предела прочности материала. Это явление называется усталостью материалов. Число циклов до момента разрушения зависит от амплитуды напряжений и меняется в весьма широких пределах. Имеют место случаи, когда деталь разрушается при больших напряжениях через несколько циклов, а при меньших напряжениях способны работать неограниченно долго. Теоретический анализ усталостной прочности связан с большими трудностями. Для создания достаточно стройной теории усталостной прочности необходимо проникнуть в особенности строения металлов, в межкристаллических связей с последующим привлечением аппарата статистики и теории вероятности. Экспериментально установлено, что усталостное разрушение начинается с накопления повреждений на границах зерен материала и образования на поверхности в зоне концентрации напряжений микротрещины, невидимой невооруженным глазом. Со временем происходит развитие трещины и ослабление сечения. Трещина растет обычно в направлении перпендикулярном линии действия наибольших нормальных напряжений. Когда прочность оставшейся неповрежденной части сечения становится недостаточной, происходит внезапное разрушение детали. Кривая усталости пределы выносливости и диаграмма предельных напряжений. Способность материала или детали противостоять действию переменных нагрузок называют сопротивлением усталости. Его оценивают с помощью предела выносливости, определяемого экспериментально на специальных машинах или стендах. На рисунке один на слайде показана схема одной из испытательных машин, в которой вращающийся образец находится в условиях чистого изгиба. Образец сжимается во вращающихся цангах. Усилие передается от груза, подвешенного на серьгах. Счетчик фиксирует число оборотов образца. При поломке образца происходит автоматическое отклонение двигателя от контакта. Для проведения стандартных испытаний на усталость необходимо иметь не менее 10 одинаковых образцов. Первый образец устанавливается на машину и нагружается симметричным циклом с амплитудой напряжения равной 0,5-0,6 сигма вольт, где сигма вольт предел прочности испытуемого материала. В момент поломки образца фиксируется число циклов по счетчику машины. Второй образец нагружается амплитудой напряжений меньшей, чем был нагружен первый образец. И он разрушится, отработав большее число циклов. Снижая нагрузку, испытывают следующие образцы. Испытания заканчивают, когда в результате постепенного снижения амплитуды напряжений и увеличения числа циклов нагружения находят такую амплитуду напряжений, при которой очередной образец не разрушился после 10 миллионов циклов нагружений. Такое число циклов для стальных образцов считается базовым. Если стальной образец выдержал 10 миллионов циклов, то полагают, что он может выдержать без разрушения и большее число циклов. По результатам испытаний строят кривую усталости. наибольшее значение максимального напряжения цикла, которое образец выдерживает до базы испытаний, называют пределом выносливости. Пределы выносливости, как показывает практика, зависят от коэффициента симметрии цикла. В связи с этим на нескольких партиях образцов проводят также испытания при асимметричных циклах нагружений и строят кривую предельных напряжений, называемую диаграммой предельных амплитуд, показанную на рисунке 2. Если параметры рабочего цикла нагружения образца соответствуют некоторой точке А, расположенной под предельной кривой, то образец способен выдержать неограниченное число циклов или сохранить прочность до базового числа. Если постоянное среднее напряжение равно нулю, то предел выносливости будет равен одному, так как цикл нагружения будет симметричным. При σA равном нулю разрушение образца или детали наступит при среднем напряжении σM равном σV. Экспериментально установлено, что постоянные растягивающие напряжения уменьшают сопротивление усталости, а сжимающие постоянные напряжения затрудняют зарождение и развитие усталостной трещины и повышают предел выносливости. В этом состоит одна из главных причин благоприятного влияния упрочняющей поверхностной обработки деталей. Влияние конструктивных и технологических факторов на сопротивление усталости элементов конструкции. Приведенные в предыдущих разделах формулы для определения напряжений и деформаций в моделях элементов конструкции при растяжении кручения и сложном сопротивлении справедливы лишь для сечений, удаленных на достаточное расстояние от зон резкого изменения формы и сопряжения элементов конструкций. Многочисленные исследования методами теории упругости и экспериментальной механики показали, что в зонах резких изменений в форме элементов конструкций около отверстий, галтелей и т.п. А также в зонах контакта возникают повышенные напряжения, то есть имеет место концентрация напряжений. Например, при растяжении пластинки с двусторонним надрезом рисунок А сопряжение по сечению АА распределяются неравномерно, а напряженные состояния становятся плоским. Напряжения в этом же сечении, вычисленные по формуле сопротивления материалов, номинальные напряжения, они показаны штриховой линией, оказываются существенно ниже фактических максимальных напряжениях Сигма Макс. И хотя глубина распространения возмущения напряжения от поверхности надреза в тело невелика, концентрация напряжений оказывает существенное влияние на прочность элементов конструкций, особенно при действии циклических нагрузок, так как повреждения элементов зарождаются в точках максимальных напряжений. Описанные эффекты типичны для элементов конструкций с концентраторами напряжений различной формы, отверстием, как на рисунке В, резьбой, зубьями и тому подобное. В расчетной практике концентрацию напряжений учитывают с помощью теоретического коэффициента концентрации напряжений α-сигма или α-тета или α-tau в зависимости от вида напряженного состояния. Максимальное напряжение в точке элемента конструкции находят и соотношений представленных на слайде. Эффективный коэффициент концентрации напряжений. Экспериментальные исследования показали, что разрушение элементов конструкций начинается в местах концентрации напряжений при эффективных максимальных напряжениях, которые, как правило, несколько ниже расчетных максимальных напряжений для идеально упругого материала. Для учета концентрации напряжений в связи с реальными свойствами материала детали вводят эффективный коэффициент концентрации напряжений. Числовые значения эффективных коэффициентов концентрации напряжений получают на основе усталостных испытаний образцов. К настоящему времени накоплен достаточный экспериментальный материал, которым широко пользуются в расчетной практике. Для типовых и наиболее часто встречающихся форм концентраторов напряжений и основных конструктивных материалов созданы графики и таблицы, которые приводятся в справочной литературе.